здравствуйте ребята мои любимые лаборанты-экспериментаторы сегодня мы на стене посвящена героям науки которые изменяли мир и давали ему изменения герой мы часто сыром с войной боевыми действиями которыми происходит о ком-то местности герой мы вспоминаем полицейский герой мы вспоминаем военный офицер солдат воин но героями настоящими которые изменяют помогать людей могут быть люди именно которые не носят военную форму а носит белые халаты и жад пробирки ключи инженерные расчеты они изменяют мир дело его лучшим для нас представьте многое вещей которые уважают нас и обудиным полностью изменили нашу жизнь стали ее невероятно неповторимой и лучшей как же без этого представить даже сейчас наблюдая нас с экрана мы вспоминаем как невероятное использование технологий полностью изменила наш мир невозможное количество спасенных жизней и будущее открытие инсулит и сегодня давайте начнем с закрытие которые сильно спасали жизни и первый этап я хочу познакомить с питью людей которые сика и изобретателями которые своими изобретения спасли ни одну жизнь их поистине можно назвать героями которых личностей впоследствии спасли миллионы людей по всей планете и сегодня мы поговорим об этих героях обязательно поставьте лайк за них поехали 10 июля 1962 года сотрудник корпорации volvo niles volen запатентовал свое изобретение трехточечный ремень безопасности это была именно которая по сей день используется в автомобилях на ее создание volen потратил чуть меньше года и впервые она была введена на автомобилях volvo в 1959 году корпорация сделала дизайн ремня безопасности бесплатным для других автопроизводителей и вскоре он стал мировым стандартом согласно недавним исследования изобретение volen за время своего существования спасло около миллиона жизней американский биолог морис ральф гиллиман создал за свою жизнь 36 вакцин больше чем любой другой ученый в мире из 14 вакцин которые сейчас используются повсеместно он изобрел 8 в том числе от кори менингита ветряной оспы гепатита а и b кроме того гиллиман был первым человеком определившим как мутирует вирус гриппа практически в одиночку он трудился над созданием вакцины которая не позволила азиатской вспышки гриппа в 1957 году стать повторением испанской пандемии 1918 погубивший 20 миллионов человек по всему миру сэр александр флеминг британский бактериолог открыл лизоцим и впервые выделил пенициллин из плесневелых грибов исторически первый антибиотик оба открытия произошли в 1920-е годы и в большей степени случайно однажды когда флеминг был простужен он посеял слизь из собственного носа на чашку петри которые находились бактерии и через несколько дней обнаружил что в местах куда была нанесена слизь бактерии были уничтожены первая статья о лизоциме вышла в 1922 году беспорядок в лаборатории флеминга еще раз сослужил ему службу в 1928 году он обнаружил что на агаре в одной из чашек петри с бактериями стафилококкус ауреус выросла колония плесневелых грибов колонии бактерий вокруг плесневелых грибов стали прозрачными из-за разрушения клеток флемингу удалось выделить активное вещество разрушающие бактериальные клетки пенициллин 1999 году журнал time назвал флеминга одним из 100 самых важных людей 20 века за его открытие пенициллина и сообщил это открытие изменит ход истории вещество которое флеминг назвал пенициллином является очень активным противоинфекционным средством количество людей которые спасли антибиотики просто зашкаливает за что они должны быть благодарны флемингу василий александрович архипов военный подводник архипов за два года службы во время карибского кризиса дважды спас мир от ядерной войны на борту атомной подводки к 19 которая курсировала между норвежскими гренландскими морями архипов заменял командира 4 июля 1961 года произошла авария которая могла стать катастрофой мирового масштаба зона отчуждения достигла бы размеров припяти как после аварии на чернобыльской атомной электростанции но к счастью авария была ликвидирована и в большей степени усилиями василия архипова он же получил серьезную дозу облучения однако судьба дала василию архипову еще один шанс спасти мир в октябре 1962 года архипов предотвратил запуск ядерной торпеды на атомной подлодке б-59 находясь в районе кубы советская подлодка была окружена 11 американскими эсминцами и авианосцами когда они стали применять глубинные бомбы вынуждая подняться подлодку с глубины командир б-59 валентин савицкий в ответ собирался запустить атомную торпеду однако василий архипов будучи старшим по борту остановил его и уговорил подать сигнал прекращения провокации американцы при славе в граф и вич петров был оперативным дежурным на засекреченном командно пункте серпу представили именно сколько спасет целое спасение но что за сейчас окружающей среды что же и сейчас очень важно для спасения сейчас инженером и ученым могут необходимо создавать следующие вы выжилки одни из таких изобретений это различные тип протезов который полностью поменяет ты же человека получивший травмы и не герои инженеры выполнять свои функции из-за болезни и травм стала актуальной темой не только прогрессирующей медицины но и этических споров тем временем рынок вионических протезов пополняется все более инновационными и потрясающими своими возможностями моделями от ног контролируемых посылаемыми мозгом сигналами до роботизированных верхних конечностей созданных под впечатлением от фильма о боевом ангеле олите искусственную конечность благодаря получаемым при их сокращении мышц сигналом при этом бионическая нога может в точности повторять все естественные движения вот наблюдайте как невероятно использование конечности кроме протезов существует и новый выбор есть интерфейс звуковой сергей бадюк это следующий уровень человек всегда хотел большего те пилоты которых вы видели они научились сами пересаживаться сами одеваться сами завязывать без посторонней помощи двух ребят вот перед вами сейчас ролики рассказывается о эгоскелетах в будущем изобретение которое помог поможет снизить нагрузки на тело обеспечит же обеспечить людям прекрасно свободную жизнь их использование тех позволяет передвигаться невероятным движением и с легкостью делая новые движения положение или наш тест костюма тесла итак очень важно кроме исследования помогает и качественный этап каждый из вас может изобретателем который изменит жизнь людей примеру как было в этом ролике в 1969 году известный югославский специалист в области биомеханики и робототехники миомир вукабратович представил свою по тем временам революционную разработку шагающее биотехническое устройство предназначенное для помощи парализованным людям далее он продолжил свои разрабатыванные конструкции а данные полученные учеными до сих пор используются при создании современных экзоскелетов из нескольких разборных людям представляете людям которые потеряли возможность передвигаться самостоятельно в будущем может увеличить помощь создатели уверяют с таким экзоскелетом пациент сможет легко справиться в одиночку наблюдайте как шаги всегда даются нелегко ведь тело отвыкает находиться в вертикальном положении но через пару минут походка становится уверен денис левин в инвалидном кресле уже больше десяти лет с помощью экзоскелета он снова смог встать на ноги ну на самом деле самое первое ощущение это все таки страх просто ты не понимаешь что вокруг тебя происходит ты не доверяешь ни своим ногам ни своим ощущениям происходит что-то вокруг тебя непонятно и ты не знаешь как это уложить все в голове ну достаточно сделать там пару-тройку шагов на это когда ты уже ощутишь себя на своих ногах и этот страх меняется какой-то вот эйфории представьте ту радость человека который снова обретает возможность передвигаться и делать добыденные вещи и вы избритатели могут действительно помочь и окрас ученые герои как раз занимается тем что вы сами то что было когда-то потеряно или обреть новое то нас провести стоит на месте уже самый легкий крест даже люди всем привет в этом выпуске мы мире пишите в комментариях ваши мы лайк если вам понравится next idea компания из сша сьют x разработала экзоскелет под названием феникс феникс это самый доступный и продвинутый среди конкурентов экзоскелет он призван решить проблему протезирования нижних конечностей и помочь людям ходить аппарат регулируется и дает возможность подобрать необходимый размер канал next idea феникс весит 12 килограмм а его конструкция разбирается на части обеспечивая удобное использование скорость ходьбы почти два километра в час протез может работать до 8 часов в зависимости от использования емкости аккумулятора хватает примерно на четыре часа беспрерывной ходьбы создатели имеют немалый опыт в разработке экзоскелета компания suit x основана специалистами из калифорнийского университета тем кому удалось испытать разработку на себе говорят о том что сперва не поверили в то что протез оказался настолько удобным уже сейчас на официальном сайте компании можно оформить предзаказ экзоскелета предполагается что первые поставки начнутся уже весной этого года канал next idea и так но экзоскелет не всегда помогает инвалидам но также помогает работа примером японии и многие производства временных вы специальные за скелеты чтобы снизить нагрузку для работы чтобы человек не пострадал во время работы и перестал испытывать сильнейшие нагрузки а их принести на этот экзоскелет будущем работники уже и сейчас уже одевают специальные скелеты который моментально помогает изменить их жизнь примеру как японии города кавасаки закупила для рабочих экзоскелет и они уменьшают нагрузку на мышцы при подъеме тяжестей первым опробовал костюм они не имеют питания они пассивны здесь нет батареи но за счет то что приносится нас берут на себя вес помогает передвигаться гораздо простой этапе хираки окутание ему 57 прошлом году во время работы он повредил позвоночник теперь чувствует себя в большей безопасности в прошлом году у меня было смещение позвонка хотя я вылечился но с тех пор стал очень осторожным однако в этом костюме я могу работать и больше не волноваться за позвоночник на предприятии трудятся почти 100 человек около половины из них пожилые люди у нас работают пожилые и мы хотим с помощью таких технологий как этот экзоскелет уменьшить их физическую нагрузку и обеспечить им комфортные условия директор компании считает на тяжелую работу лучше нанимать молодых однако япония страдает от демографического старения населения поскольку найти молодых работников все труднее из-за старения населения то люди 40 50 лет экзоскелет разработали японские специалисты он оборудован электромоторами откликается на движение рук и ног слушается голосовых команд по словам разработчиков экзоскелет способен уменьшить нагрузку на человека на 60 процентов сейчас на многих заводов есть специальные экзоскелеты которые помогают для понимать тяжести находиться в этом состоянии снимая нагрузку с ног спины с ру или даже конь верхней конечностей я желаю вам ребята мои лаборант эксперименты попробовать создать свое такое изобретение которое также станет героическим поступком для нашей земли а напоследок под нашим видео имеется видеозаписи различных фильмов о наших и этой от увиденным вами изобретением желающий как раз может посмотреть небольшой фильм посвященный изобретением которые полностью перевернули мир повернули мир а пока мисси всего доброго и до скорых встреч